Помочь выжить недееспособным пенсионерам могут северодвинцы. В городе уже несколько лет удачно реализуется программа Института профессиональной опеки над совершеннолетними. Сейчас в резерве не хватает неравнодушных горожан. Как стать родным человеком для пожилого, знает Евгения Карелина. Сейчас уже как родной человек. Я не знаю, я не считаю, он в принципе по возрасту мне как бы ближе к дедушке подходит, но я не считаю как к дедушке. Родным для Светланы Пепенцевой стал 62-летний Александр Ружников. Инвалид первой группы с рождения недееспособный. Любимое увлечение мужчины – переводить рисунки. Писать и читать он не умеет. В декабре прошлого года у мужчины умер последний брат. Другие родственники живут далеко. Уже пять лет профессиональный опекун Светлана заменяет друзей и близких. С ней дедушка ежедневно созванивается, просит совета и разрешения, например, съездить в Архангельский храм или в аэропорт, посмотреть на самолеты. Что это, Светлана, теперь планируете в ближайшее время вместе сделать? Да, ремонт. Ремонт. На кухне? Да. А что там не нравится? Что там нужно сделать? Ну, нам мебель купили. Мебель купили. Будем менять мебель. Мебель стоять здесь. Стены будем переклеивать обои, да? Да, обои, да. Вместе трудиться. Трудиться. Светлана, законный представитель, заключила договор с социальными службами, получает пенсию подопечного и выдает наличные расходы. Покупает продукты, медикаменты и оплачивает коммунальные услуги сама. Ежегодно сдает отчеты по расходам в отдел опеки и попечительства. Толчком на тот момент послужило вознаграждение, конечно, да, изначально была, возможно, такая корыстная цель, да, чтобы заработать, потому что зарплаты были маленькие. Но когда начала работать, поняла, что это мое, да, мне нравится помогать, да, ухаживать. Программа по профессиональной опеке над совершеннолетними развивается в городе с 2010 года. Сейчас пять профопекунов, на каждого по одному подопечному. Это северодвинцы, признанные недееспособными по суду. Одинокие либо те, чьи родственники не решили взять шефство над ними. За уход профопекун получает 3400 рублей. В настоящее время у нас все, кто нуждался в профессиональной опеке, они, над ними эта опека установлена, но каждый день эта потребность может иметь место. У нас были периоды, когда у нас и было и восемь опекунов, то есть жизнь-то она не стоит на месте. В резерв отдела всегда требуются профессиональные опекуны – совершеннолетние, дееспособные, без судимости, не лишенные родительских прав и без медицинских противопоказаний. На Ломоносово 54 научат, как работать с психически расстроенными людьми и распоряжаться их расходами. Также профопекун должен обладать высоконравственными качествами. Несмотря на то, что профессиональные опекуны нужны тем пенсионерам, которые признаны недееспособными по суду, помощь может оказать каждый человек тем, кто в ней нуждается.